привет друзья хочу сегодня снять видео о том как я чистю чищу у себя на пасеке мисочки от джентерского сота я думаю что многим возможно многим будет полезно это видео так как в свое время я тоже занимался вопросом как чистить мисочки хорошо и как бы более удобно есть конечно приспособление в комплекте в джентерском соте вот такая пластиковая чистилка но я ею пользовался в принципе пользуюсь но последнее время как бы забросил чем мне она не нравится тем что она выгребает все там маточное молочко воск но на мисочке остается все равно какой-то налет мне какой-то восковой налет я со временем как-то попалась под руку мне вот такая палочка от мороженого я уже говорил в каком-то из видео по моему привычной планки можно посмотреть что для чистки мисочек для джентерского сота также она подойдет и для софта никота я использую палочку с мороженого это как бы совместил приятное с полезным приятно это сел мороженое а полезно это что это палочку и теперь не выбрасываю применяют для чистки мисочек очень удобно удобно тем что она по диаметру идеально подходит под мисочку и тугенько туда входит если пластиковая она не туго туда входит поэтому остается налет то деревянная палочка отмороженная тугенько входит и она выгребает оттуда все до чиста я сейчас покажу как это делается потому что люди есть и задаются этим вопросом как чистить что чистить не всегда есть вот такие штуки я когда-то пользовался оставлял ее в шуруповый шуруповерт ну одну был поломал потом мне надо было срочно чистить не знал чем чистить пока заказал в магазине каком-то кстати по моему интернет-магазине у кирби есть такие штуки кто ищет возможно и в принципе там и соты все есть вот эти джентль и никоты возможно даже у них брал кто может ищет там можете найти но папа по моему и тогда когда у меня поломалась надо было чистить и по-моему это да и применил вот эти палочки уже не помню ну мне нравится тем что эта палочка выгребает хорошо до чиста и в принципе после нее не требуется ничего не надо варить многие варят в воде но потом деформируется мисочка и приходит в неугодность я не проваривал никогда в принципе не пробовал может и можно просто надо выдерживать правильный температурный режим но я не пользовался как-то и даже не знаю то возможно кто чистит и не знает чем почистить то попробуйте палочка я думаю вам понравится результат и вы будете как бы не разочарованы мне как бы многое насобирал потому что со временем она все равно приходит не годность у меня старая она уже и пропеллером и где-то может и подломаться ну тем не менее чищу и чистит хорошо вот например я покажу вам есть мисочки мисочки извините конечно прошу прощения за мои руки за мои пальцы они грязные в краске извините пожалуйста рабочие рабочие руки вот мисочки дон с донышками от джентльского суток которые заполнены воском и маточным молочком где-то так сфокусировать ну в принципе видно понятно вот и теперь смотрите берем нашу палочку беру свою старую и просто даю гоняю и пару раз и смотрите что у нас делается выковыривается сухое маточное молочко ну и она может быть сухое мокрое и для полировки например еще пару раз просто берем и прокручиваем и полируем вот смотрите какое состояние то есть реально классно все чистит чтобы сфокусировать ну в принципе видно понятно вот так она чистит очень хорошо очень быстро и что что я хочу сказать не обязательно уже покупать тут эти пластики пластиковые хотя они тоже пригодятся можно и купить но если в случае нету можно пойти магазин купить мороженого скушать мороженое и и будет вам палочка вот опять же такая же сама ситуация где-то будут быстрее где-то молочко скидываем и для полировки пару раз можно крутануть его еще то есть очень хорошо очень быстро то есть мисочка уже у нас получается чистая и быстренько с донышком можно пальчиком убрать мачку и готова очень очень хорошо мне нравится и практично так что попробуйте думаю вот в принципе так я чистю свои мисочки я думаю что в никоти можно точно также почистить и как бы можно сильно не заморачиваться чем чистить я думаю что с палочками неплохой вариант как альтернатива потому что есть продаются продажи там всякие чистилки но они очень дорого стоят я думаю не стоит покупать их когда можно обычной палочкой почистить неплохо мисочки с донышками и хочу также кстати сказать за за джентльский сот как я делаю потому что многие звонят и спрашивают я по поводу того что в инструкции джентльскому соту говорится что надо поставить примеру сот на освоение вот эти мисочки с донышками для прививки там за сутки там или за пару часов для того чтобы пчелы его отполировали я скажу из своего практического опыта так сказать с практики не с теории что я от таких операций как постановка джентльского сота за сутки для того чтобы его отполировали пчелы и точно также мисочки с донышками я отказался так как это лишняя работа и она не нужна даже джентльском сотом по сравнению с прививкой шпателем в мисочке больше работы работы больше в плане подходов кулю надо заключить матку потом через три дня делать прививку со шпателем это более проще но есть свои плюсы и минусы как со шпателем так и с джентром но джентль хорош тем или никак то что у нас мы можем знать с точностью до часа выход маток и как бы с этим очень хорошо одна возрастная личинка и что для шпателя к примеру те кто занимаются выводом маток не составляет труда работать шпателем там уже так сказать глаз набит и по сути проблем нету какую личинку взять можно конечно для прививки шпателем использовать точно также изоляторы чтобы получить одно возрастной как бы материал но так сказать для новичков это не всегда получается удачно взять нужную личинку и вот неплохой вариант как джентльский сот система никот они неплохие в этом плане чтобы для новичков кто как бы осваивает мотководство это неплохой вариант но те кто хотят освоить мотководство хорошо то однозначно надо учиться набивать руку для прививки шпателем потому что и даже такие хорошие системы как джентль и никот они дают сбои то есть бывает заселить матка засеяла через три суток приходишь брать материал для прививки а его просто нет то в этом случае в работу идет шпатель потому что чтобы не сдвигались руки и так далее ну и вот это же хочу рассказать по поводу джентльского сота по поводу освоения почему я отошел от этой манипуляции как освоение сота и мисочек да когда новый джентльский сот его однозначно надо ставить в улей побольше обмазать медом чтобы пчелы его выбрали чтобы он придать ему запах улья пчел воска и так далее то в этом случае надо но когда у нас джентльский сот или никот поработал в семье я лично не вижу смысла ставить джентль или мисочки сот для освоения я допустим как я делаю я всегда говорю как я делаю вот я просто сейчас допустим вечером мне надо ставить сот от меня и сот он не подготовленный не полированный там возможно есть личинки еще что то я просто развожу медовую сыту тепленькую заливаю это все и ставлю в семью закрываю матку и все то есть чем хорошо именно сыта ну как по мне тем что она жидкая и пчелы ее практически сразу забирают мгновенно и так она жидкая они отполируют забирают отполируют этот сот и он сразу же матка сразу же там только освобождается водичка сот сыта матка сразу же начинает туда сеять я видел на многих видео что люди там замазывают медом жидким там разным севшим медом я когда-то пробовал это не всегда хорошо потому что не всегда пчелы успевает быстренько выбрать этот мед он бывает остается в ячейках потом приходишь там пятачок только как бы с засевом меда если делать медом заливать то конечно однозначно его ставить надо за сутки чтобы они его выбрали но чтобы уйти от этой лишней операции к лишнему подходу кули лишний раз его открывать закрывать то я просто сразу же лью водичку сладкую сладкую и он сразу же полируется очень хорошо очень быстро и уже мы отходим от лишней работы я так делаю себя кто я не говорю что так надо делать каждый делает так как ему удобно как ему нравится но мисочки которые без полировки они вот я и сейчас почистил например и могу сразу же сейчас сейчас я почистил и сразу же сейчас делать прививку то есть без всякой подготовки принимают они хорошо молочком заливают хорошо личинок не выбрасывают маточники тяну то есть не без того где-то крайние могут не принять маточники или там но это единичная единичные случаи они как бы заложены в на не прием то есть однозначно вот как бы так я чистил свои свой джентльский суд таким способом вот такими палочками очень удобно мне нравится и возможно кто ищет или не знает как чистить или в будущем кто будет покупать джентль тот же самый то палочка от мороженое неплохой вариант полезно и практично то есть очень хорошо вот то что я хотел вам показать возможно это кому-то пригодится возможно это будет кому-то полезно понятно те кто не занимаются джентльскими сотами там системами разными те могут мне наставить дизлайков это понятно потому что они ими не пользуются в них шпаты я тоже работаю и шпателем и джентльом на моем случае у меня их даже два то мне как бы я это видео показываю для тех кто как бы или новички или просто только джентльами выводят и проблема такая как чистить мисочки она постоянная и многие просто там выковыривают вываривают и так далее то попробуйте кто пользуется джентльами вот этими палочками я думаю вам понравится вот то что я хотел вам показать кому видео может быть пригодилось или будет полезно спасибо что досмотрели я думаю пригодится кому не понравилось ставьте дизлайки конечно же кому пригодилось и понравилось ставьте лайки буду вам благодарен комментируйте что вы думаете по этому поводу может есть какие-то другие способы методы чистки донышек там я с удовольствием почитаю ваши комментарии и возможно что-то новенькое потому что в пчеловодстве надо и учить и учиться то есть и делиться тем что допустим я делюсь со всеми тем что я знаете так как я практикую и точно также не отказываюсь от чего-то нового чего я не знаю потому что пчеловодство вроде бы как и давно но все равно есть какие-то новинки неизведанные какие-то дела так сказать вот что я хотел показать всем спасибо досмотрел видео до конца ставьте лайки подписывайтесь кто не подписался на мой канал еще ну и следите за новостями с вами был иван фабро до новых встреч пока